Глубоко уважаемые коллеги, открываем работу секции ревматологии Московского городского научного общества терапевтов. Мы рады приветствовать вас, что в этот весенний по солнечный день вы собрались с нами в этой прекрасной аудитории перед экранами своих мониторов для того, чтобы с пользой привести последующие полтора часа своего времени. К сожалению, председатель нашей секции Евгений Львович Насонов по уважительным причинам не смог присутствовать на конференции, но он передал приветственное письмо, в котором он уверен, что мероприятие пройдет на высоком уровне. Выразил надежду, что представление актуальных вопросов терапии ревматических заболеваний вызовет большой интерес аудитории и станет очередной вехой важного местодисциплинарного взаимодействия. Вместе с Евгением Львовичем мы хотим выразить слова благодарности организатору конференции Московскому городскому научному обществу терапевтов за неустанный масштабный труд с охватом самых разных врачебных специальностей. Уверены, что взаимодействие и обмен опытом в различных областях медицины будут способствовать укреплению здоровья и повышению качества жизни наших пациентов. Секция наша носит название «Современные подходы к терапии и диагностике ревматических заболеваний». Первые два доклада будут посвящены новому направлению относительно терапии ревматических заболеваний и посвящены они ингибиторам Янускеназ. Первый доклад. Ингибиторы Янускеназ при аутоиммунных ревматических заболеваниях. Новые возможности и перспективы. Новые возможности и перспективы. Ингибиторы Янускеназ при аутоиммунных ревматических заболеваниях. Новые возможности и перспективы. Что же такое Янускеназ? Янускеназ представляет собой ферменты, а вы знаете, что это катализаторы, которые будут ускорять трандукцию внутриклеточных сигналов, от клеточных рецепторов, ряда цитокинов и факторов роста, участвующих в процессах воспаления, иммунного ответа и гемопоэза. И что интересно, что существует общность цитокинового семейства, и она обхватывает общие механизмы воспаления при различных иммуновоспалительных заболеваниях. И каждое иммуновоспалительное заболевание имеет определенный цитокиновый профиль, сигнализацию через субтипы Б-клеток. А на слайде представлена дифференцировка наивных Т-клеток, которые происходят, как нам хорошо известно, по нескольким путям. Т-эйч-2, Т-эйч-1, Т-эйч-17 и отдельно стоят Т-регуляторные клетки. Каждая из этих регуляций происходит стимуляция определенными интерлекинами, которые задействованы через соответствующие ингибиторы янускиназы, которые обеспечивают либо, как видно на слайде, антиинфекционный ответ, аутоиммунные реакции, развитие аллергии, противоопухолевый ответ, который приводит, как в нижнем, к сожалению, не работает, к развитию наших аутоиммунных заболеваний. На правом стороне слайда это аутоиммунные заболевания, ревматоидная артрит, системная красная волчанка. В этих заболеваниях мы будем говорить в первом докладе, а в других заболеваниях это вы прослушаете второй доклад. Представлены аутоиммунные системные заболевания. В первую очередь мы видим, сверху они перечислены, к ним относятся ревматоидная артрит, системная красная волчанка, дерматомиазит, системная склеродермия, болезнь шегрена и системная воскулита. И каждый, вот мы видим галочки, стоят все интерлекины, задействованные в развитии этих заболеваний. На каждый из интерлекинов действуют свои джаккиназы и на ингибиторы, в свою очередь, которые влияют на продукцию данных интерлекинов, будут зависеть от их селективности. Различают как неселективные, так и селективные янускиназы. Из зарегистрированных в Российской Федерации неселективные янускиназы, к ним относятся тофацетениб и барицетениб. Из джак-1 селективных упадоцетениб, и он, соответственно, на отдельные будут влиять стат и джаккиназы, которые обуславливают, в первую очередь, развитие иммуновоспалительных заболеваний. Идут разработки, они уже разработаны, идут фазы клинических испытаний. Это джак-2 и джак-3, соответственно, киназ. Итак, самое распространенное аутоиммунное заболевание среди ревматических заболеваний – это ревматоидный артрит. И давайте посмотрим, каково же место ингибиторов янускиназ в терапии ревматоидного артрита. Треть пациентов никогда не достигают ремиссии. И частота безлекарственной ремиссии не превышает 10-15%. Пожалуйста, слайд. Если мы имеем встречу с больным с ревматоидным артритом, конечно, мы начинаем лечить согласно рекомендациям ГЕОЛАР. Первым препаратом идет метод РИКСАД. Но что мы видим? Если через буквально 3 месяца мы не достигаем цели или нет улучшения через 3 месяца, или нет достижения цели через 6 месяцев, то таким образом мы должны подключить новые препараты, к которым относятся это геноинженерные биологические препараты, и наряду с ними ингибиторы янускиназ. И существуют красные флаги, так называемые, неблагоприятного прогноза при ревматоидном артрите. К ним относятся сохранение умеренной или высокой активности ревматоидного артрита, несмотря на проведение терапии базисными противовоспалительными препаратами, большое число припухших суставов, высокие уровни острофазового воспаления, вы знаете, к ним относятся целиактивный белок и сои, это в первую очередь, высокие титры аутоантител ревматоидного фактора, антител к циклическому цитролинированному пептиду, ранее образование эрозий и неэффективность двух и более базисных противовоспалительных препаратов. Но кроме того, есть еще предикторы для пересмотра терапии, к которым относятся это в первую очередь... У вас тут не работает переключалка или здесь, соответственно, она не включается? Все, пожалуйста, пожалуйста. Или проблема с батарейкой. Она включается или выключается через какое-то время? И мы видим на слайде, что предиктор для пересмотра терапии может служить молодой возраст, высокие значения ДАС-28, индекс ХАК, качество жизни, а также, как в последнее время, много говорят о неудовлетворенности пациента проводимой терапии и наличии предпочтений пациентов приема таблетированных препаратов. А мы все знаем, что ингибиторы Янус Кеназ – это таблетированные препараты. Следующий слайд. Здесь на слайде мы увидим, где начинается эра ингибиторов Янус Кеназ. Это самое последнее из всех препаратов, которые применяются для лечения ревматоидного артрита. Что еще интересно, что эти препараты, их возможно применение в качестве монотерапии у больных ревматоидным артритом. Есть три больших исследования, которые показали, что монотерапия эффективна у пациентов, как не ответивших на метатриксат, как и ранее не получавших метатриксат. Так. При проведении монотерапии не требуется регулярное мониторирование уровня АЛТ, АСТ и креатинина, что очень удобно для пациента. Кроме общего анализа крови, нитрофилы и уровень тромбоциты нужно смотреть через... Мы видим внизу выделенные таргетные препараты Янус Кеназ ингибиторы. И они оказывают, если на липидный обмен действие еще неизвестно, это чуть позже я об этом скажу, то на тромбоз и коагуляцию есть развитие проатерогенного эффекта, то есть неблагоприятного эффекта. В защиту ТОФОЦИТИНИБА нужно отметить, что отмечено его выраженное атеросклеротическое поражение, а менее выраженное атеросклеротическое поражение аорты, и уменьшение М1 макрофагов, это у нас провоспалительные макрофаги, увеличение М2 макрофагов именно в самой бляшке в группе АПЕ-дефицитных мушей, получающий ТОФОЦИТИНИБ. Если вернуться на предыдущий слайд, мы его проскочили, хотелось бы сказать про метаанализ всех ингибиторов Янус Кеназ. Мы видим, что около 12 тысяч пациентов, и этот метаанализ не выявил повышенный риск артериальных тромбоэмболических событий. Нет дозозависимого воздействия ингибиторов Янус Кеназ по риску всех сердечно-сосудистых заболеваний, сердечно-сосудистых осложнений и тромбоэмболей. Это показано для препарата ТОФОЦИТИНИБ, УБАТОЦИТИНИБ, но вот БАРИЦИТИНИБ, он оказался 2 мг, доза более безопасная, чем 4 мг. Два слайда. Закручиваем два слайда и переходим к месту ингибиторов Янус Кеназ в терапию уже системных заболеваний соединительной ткани. Здесь они красно перечислены, мы как бы все хорошо их знаем. И, соответственно, дальше мы увидим, что несмотря на то, что есть потенциальные терапевтические точки воздействия ингибиторов Янус Кеназ, в частности, здесь на мышинах моделей волчаночного нефриза, они показаны, их место, это следующий. И даже вот есть работа на клеточках моделях поражения почек у мышей. Мы видим, что лечение БАРИЦИТИНИБ может ослаблять дифференцировки ботелета, то есть, в основании традиционных структурных скелетов, водоцветных при воспалительной стимуляции, в том, именно ботелевке данного пути. Ну, что же в практике? Эти препараты Т-65 применяются в единичных стручках при наших системных заболеваниях. Что мы видим при системе красной волчанки? Да, это цитинит. Он снижает проявление артрита, частично редуцирует кожную сыпь данную систему красной волчанки. Но, как мы видим, имеет ограниченное влияние на сирологические маркеры. Он снижает уровень антибнк при неактивной системе красной волчанки. То есть, это та форма, которая практически с иммунологическими нарушениями не лечит. И достаточно сомнительное влияние этого препарата. Что касается БАРИЦИТИНИБ, то вторая фаза исследования уже опубликована. Оно достаточно с хорошим положительным клиническим эффектом было показано. Но сейчас в настоящее время завершается третья фаза, которая была, к сожалению, завершена преждевременно, из-за того, что не было достигнутых клинических точек. Но также про некоторые другие препараты из ингибиторов Яну-Скинас, мы можем сказать, что тоже они завершились преждевременно. Но сейчас еще продолжается 8 клинических испытаний второй-третьей фазы. В частности, хотелось бы отметить про препарат РУКСОЛИТИНИБ, который тоже является неселективным ингибитором Яну-Скинас. И он показал неплохие результаты для волчанки обморожения по снижению волчаночно-ассоциированных цитокинов и оптаток пораженной кожи. Системная склеродермия. Также ТОФОЦИТИНИБ – это единичное случай. Описание может быть вариантом для лечения артропатии, склеродермии, васкулопатии при системной склеродермии. Проводится фаза 1-2 исследования ТОФОЦИТИНИБа в предиклузной форме. Есть описание случаев по значительному улучшению склероза кожи. Есть на слайде фотография верхних пустей. Это генерализованная глубокая морфе у пациентки с хорошим эффектом на ФОЦИТИНИБе. И вот данная рука – это зинофильный пустейт, тоже улучшение отека склероза кожи на фоне проводимой терапии. Идет селективный ингибитор JAK2-феназы, который еще имеет рабочее название, который предотвращал блеомедицин-индуцированный фиброз и также эффективно уменьшал фиброз кожи у мышей. Что касается дерматомиазита, то здесь большее число исследований, 53 мы всего видим, по типу дерматомиазита, здесь они представлены в таблице. И применение ингибиторов, в первую очередь, тофоцетиниб и руксолетиниб, выглядит многообещающе в лечении, особенно рефрактерного дерматомиазита. Но, тем не менее, мы видим значительное улучшение показателей активности мышечной силы, массы тела. В большинстве исследований регресс кожных поражений. Но продолжительность наблюдения достаточно маленькая, от 1 месяца до 15 без рецидивов. И, конечно, необходимо дальнейшее крупномасштабное исследование для понимания роли этих препаратов при дерматомиазите. Дальше мы переходим к системным воскулитам. Тоже единичные случаи успешного применения. Описано при узелковом поле артериите и артериите токаясу. В барцетиниб продолжается пилотное исследование оценки у пациентов с рецидивирующим гигантоклеточным артериитом и клиническое исследование второй фазы при ревматической поле миалгии. Интересны данные по упаду цетиниба. Мы этот препарат не встретили при других системных ревматических заболеваниях, а при системных воскулитах идет исследование третьей фазы по оценке безопасности и эффективности у пациентов с гигантоклеточным артериитом. В заключение времени у нас не так много, чтобы остановиться. Мы по основным пунктам пройдем именно применение ингибиторов яно-спиназ у больных с аутоиммунными ревматическими заболеваниями. Иммуновоспалительные заболевания, во-первых, связаны с различными профилями цитокиды, все они опосредованы джаккиназами. Фармакологическим мишенью является джак, здесь они перечислены, и центральные компоненты сигнального пути, включающие также рецепторы цитокинов типа 1, типа 2 и факторы транскрипции стат. Различают, как мы поняли, селективные и неселективные ингибиторы яно-спиназ. Ингибиторы яно-спиназ менее избирательны, чем геноинженерные биологические препараты, и они будут способствовать более широкому подавлению тех факторов воспаления, которые существуют при аутоиммунных ревматических заболеваниях. Кроме того, ингибиторы яно-спиназ, доказано их действие при ревматоидном артрите, в частности, топоцетинип уже рекомендован при умеренной и умеренной высокой активности ревматоидного артрита, и прием как вторая фаза, можно сказать, препаратов. Единичные случаи этих препаратов применения при системно-криоматических заболеваниях и при системных мускулитах. Да, они единичны, но они достаточно хорошо себя зарекомендовали. В перспективах. Из-за того, что есть точки приложения этих препаратов ингибиторов яно-спиназ, в частности, что очень интересно, это на поражение почек и на поражение кожи при системной склеродермии, то, соответственно, у данных препаратов существует потенциал для использования для лечения наших аутоиммуно-криоматических заболеваний. Спасибо за внимание. Мы, наверное, сделаем перерыв, потому что надо восстановить слайды немножко, тут запутались. Если есть вопросы... Следующий доклад от слова представляется Красаковой Юлии Леонидовне, кандидату медицинских наук, старшему научному сотруднику лаборатории псориатического артрита. И ее доклад будет посвящен также использованию ингибиторов яно-спиназ, но уже для лечения псориатического артрита. Юлия Леонидовна у нас имеет большой опыт, большой стаж работы в институте ревматологии, большой опыт по лечению больных с псориатическим артритом, и надеемся, что ее доклад будет очень интересен для слушателей. Сейчас у нас небольшая заменка в связи с техническими неполадками, нет возможности установить презентацию. Поэтому... ... 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 При длительном приеме этих препаратов, в первую очередь, мы предлагаем дескаллационный способ применения этих препаратов. Что это значит? Начинаем с высоких доз. Высокие дозы – это полные терапевтические дозы препаратов. Говоря о выборе препарата, это может быть любой препарат, которым вы привыкли работать. Самое главное, чтобы он был эквивалентным 150 мг диклофенака, который является золотым стандартом в средине стероидных противовоспалительных препаратов. Как только на полной терапевтической дозе достигнута низкая активность заболевания, существует специальный в ревматологии индекс, который мы используем, который нам позволяет ревматологам оценивать активность заболевания. Как только достигнута низкая активность, вы понимаете, что низкая активность достигнута и сохраняется на протяжении не менее нескольких месяцев, когда мы начинаем снижать дозу препарата. И так постепенно снижаем до низких доз, которые позволяют форму препарата, дозирование я имею в виду. И в дальнейшем мы переходим на интермитирующий прием препаратов, то есть в режиме потребования. Но для того, чтобы сохранить максимальную ремиссию или низкую активность заболевания, не реже одного-двух раз в неделю рекомендуем прием препаратов. Говоря о способах применения лекарственных форм препаратов, очень часто наши пациенты и врачи в стационарах решат тем, что считают, что если не применяются инъекционные формы препаратов, то значит лечение неэффективно. Очень прошу вас обращать внимание пациентов, что независимо от способа введения стероидных противовоспалительных препаратов, имеют единый механизм действия, спектр и частоту нежелательных явлений. Представление пациентов о том, что таблетка, которую они пьют, она падает в желудок, и за счет этого образуется язва желудка, конечно, этот миф надо развеивать. И вы наши помощники в этой работе. Безусловно, все нежелательные явления происходят от того, как действуют эти препараты в целом. Поэтому, естественно, мы говорим о том, что если речь идет о пациентах, страдающих анкилозирующим спондилитом, то в первую очередь предпочтение надо давать таблетированную форму препаратов, потому что они применяются постоянно. Что бывает, когда применяются длительные инъекционные формы? Следующий слайд. Это мое личное наблюдение. Это было флегмоно-евроличной области с прорывом на бедро после введения внутримышечной два раза в день диклофенака в течение 15 дней. Я думаю, это очень убедительно. Дальше. Очень важно понимать и поддерживать ревматологов о том, что назначая нестероидные противовоспалительные препараты и дальше, мониторируя активность заболевания или безопасность лечения, обязательно спрашивайте у пациента, какой препарат он принимает. Потому что на сегодняшний момент в Российской Федерации зарегистрировано достаточно много дженериковых препаратов, и это касается не только диклофенака, как наиболее воспроизводимого препарата, вы видите 87 дженериковых препаратов. Почему это важно? Потому что не факт, что нежелательное явление развилось на оригинальный препарат. Нежелательное явление может развиться на дженериковый препарат, другой препарат из этой группы может быть абсолютно нормальный, поэтому вы должны знать, на какой препарат развивается то или другое нежелательное явление. Следующий, пожалуйста, слайд. Говоря о безопасности лечения, безусловно, надо оценивать риски, которые могут возникнуть потенциально еще до начала терапии нестероидными противовоспалительными препаратами. Эти риски хорошо известны, это умеренные, высокие и максимальные риски, все они прописаны в соответствующих рекомендациях. Я вас обращаю на статью Андрея Евгеньевича Каратева, это сотрудник Института ревматологии, который посвятил достаточно много времени изучению нежелательных явлений анистероидных противовоспалительных препаратов. Совместно с нашими коллегами-неврологами они сдали ряд рекомендаций по назначению этих препаратов. И вот здесь говорится о том, я буквально кратко, максимальный риск это пациенты, те, которые уже имели язвенную анамнез, особенно с осложнением желудочно-кишечной кровотечения, или те, которые имеют нестабильную стенокардию, или те, которые перенесли операции на сердечно-сосудистые системы. И это пациенты в первую очередь с высоким риском, это те, которые имеют язвенные анамности, которые вынуждены по каким-то причинам дополнительно применять, или глюкокортикоиды, или ацетилсалициловую кислоту, которые сами по себе увеличивают риск развития нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта. И это те пациенты, которые имеют нестабильную артериальную гипертензию. В первую очередь обращайте внимание на этих пациентов. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь представлен алгоритм подходов к назначению нестероидных противовоспалительных препаратов. Как вы понимаете, если у пациента нет никаких рисков, то можно назначать любые нестероидные противовоспалительные препараты, как селективные, так и нестелективные, не обязательно прикрепаясь ингибиторами протонной помпы. Но если у пациента, по данным оценки, имеется высокий или максимальный риск развития желудочно-кишечных событий, если максимально-максимально избегать нестероидных противовоспалительных препаратов и обсуждать с ревматологами назначение более эффективного терапии с применением геноинженерно-биологических препаратов, если высокий риск, то, конечно, назначать те препараты, которые наиболее безопасны, это селективные ингибиторы ЦОК-2 и обязательно под прикрытием ингибиторов протонной помпы. То же касается высокого и максимального риска сердечно-сосудистых и ренальных осложнений. Следующий слайд. Очень большое значение имеет, и опять же обращаюсь к вам за помощью, то, что наши пациенты грешат тем, что они применяют один нестероидный противовоспалительный препарат из одной кислоты утром и считают возможным принимать другой нестероидный противовоспалительный препарат вечером. Обязательно предупреждайте, что такое сочетание двух нестероидных противовоспалительных препаратов обязательно приведет к развитию язвенной болезни желудка или другим серьезным нежелательным эффектам. Обратите внимание, одновременный прием двух нестероидных противовоспалительных препаратов до 23 – это самый максимальный риск развития нежелательных явлений, которые когда-либо могут возникнуть. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, нестероидные противовоспалительные препараты при анкилозирующем спондилитте, они считаются препаратами первого ряда и первой линии, то есть основными препаратами, которые мы применяем для лечения этого заболевания. Эти препараты, помимо симптоматического эффекта, который влияет на снижение боли, на снижение длительности и выраженности утренней склонности, обладают сдерживающим моментом на прогрессирование данного заболевания. И, конечно, я опять призываю вас к тому, чтобы вы максимально помогали нам мониторировать не только активность заболевания, когда эти пациенты попадают в поле ваше зрение, но обязательно мониторировать безопасность данного лечения. Спасибо большое. Большое спасибо, Татьяна Васильевна. Очень такой доклад информационный и для практичного звена. Мы получили очень большую информацию. Спасибо. И хотелось бы отметить, что очень важно нашим пациентам вести именно такое регулярное наблюдение и быть под наблюдением у врача, который имеет очень большую практику именно по данной программе. А теперь Академия непрерывного последипломного образования. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно присутствовать на таком междисциплинарном форуме. И, конечно, только совместными усилиями мы можем помочь пациенту. Фармакология не стоит на месте, и мы научились лечить, и надо сказать, что успешно лечить, многие соматические заболевания. Но мы сталкиваемся с побочными эффектами и с ядрогениями. Пожалуйста, следующий слайд. С ядрогениями. И сейчас уже выделен целый класс соматических заболеваний, ассоциированный или же с применением лекарственных препаратов, или же с использованием мы перескочили, или с использованием каких-либо медицинских методик. И вот что такое ядрогения? Это любое, любое неживательное или неблагоприятное последствие каких-либо медицинских мероприятий. А под этим мы подразумеваем и профилактические, и диагностические, и лечебные вмешательства, либо какие-либо процедуры. И это все может приводить к нарушению функций как организма, так и ограничению деятельности, инвалидизации и смертности. Следующий слайд. Чем дальше мы работаем, тем все больше и больше пополняется список лекарственных препаратов, которые неблагоприятно влияют на костную ткань и инициируют остеопороз. Напомню, что остеопороз – это системное заболевание. И в нашем организме, напомню, что 220 костей. И если мы говорим об остеопорозе, то, как правило, это системное заболевание и вовлечены практически в той или иной степени практически все кости нашего организма. Хотя, конечно же, из любого правила есть исключение. И наши пациенты с сахарным диабетом, с синдромом диабетической стопы как раз-таки показывают вот это исключение. И вот эта классификация – часть классификации остеопороза. И эта классификация была инициирована в 1998 году Людмилой Яковлевной Роженской и одобрена Президиумом Российской ассоциации по остеопорозу. И вот перечень препаратов, с которыми ассоциировано снижение минеральной плотности костной ткани и нарушение микроархитектоники костной ткани. К сожалению, опять-таки вернемся к определению, что да, остеопороз – это системное заболевание, ассоциированное со снижением минеральной плотности костной ткани и нарушением микроархитектоники. Ну и ладно, если бы на этом все заканчивалось. Но, к сожалению, у наших пациентов высокий риск переомов. И вот так исторически сложилось, что, к сожалению, наши пациенты поступают к нам уже с осложненным остеопорозом, с перегомами. Следующий слайд. И на следующем слайде уже часть классификации новой 2021 года. И мы видим, что перечень лекарственных препаратов, которые могут индуцировать остеопороз, он пополняется, ну и, в общем-то, здесь еще и добавляется парентеральное питание, гормоны щитовидной железы, которые нам необходимы. Это супрессивные дозы, это жизненно необходимое лечение, которое пациент получает пожизненно. И, в общем-то, если мы посмотрим на этот список, то мы понимаем, что это препараты, которые мы назначаем нашим пациентам достаточно на длительные сроки. Следующий слайд. В общем-то, конечно, есть и дозозависимый эффект, и времезависимый эффект, но вот мне очень нравится вот это высказывание пинкуса. Немного глюкокортикоидов, как стакан вина, могут быть полезен многим, многим пациентам. Много глюкокортикоидов, как бутылка вина, вредны всем. Но сейчас пересматривается положительное отношение к красному вину в плане антиоксидантного влияния, но, во всяком случае, вот запомните это высказывание, оно крайне важно именно в отношении наших пациентов. Идем дальше. Идем дальше. Конечно, вот этот посыл так много, насколько нужно, и так мало, насколько возможно. Конечно, сейчас мы встречаемся и с коморбидными пациентами, и с резистентными пациентами, и хочется им помочь, и мы наращиваем дозы препаратов, увеличиваем количество лекарственных препаратов. Но, опять-таки, вот это высказывание, оно крайне важно именно в отношении етерогении. Следующий слайд. Конечно, говоря о лекарственно индуцированном остеопорозе, честно скажу, что на кафедре эндокринологии у меня трехчасовая лекция. И вот ее укомпактить 15 минут. Сначала я схватилась за голову, что же мне делать. Ну и решила, что, конечно, я не буду демонстрировать за исключением одного клинического исследования и систематизирую лекарственные препараты по месту их воздействия. Конечно, это получится такими очень широкими мазками. Конечно же, мы понимаем, что здесь множественное воздействие. С другой стороны, есть еще и дополнительные факторы, в частности, факторы риска развития остеопороза и так далее. И, конечно же, коморбидность. Ну и, конечно, начнем мы с метаболизма кальция. Что же здесь происходит? Нарушение всасывания кальция в кишечнике и нарушение вот этого равновесия абсорбция и реабсорбция и экскреция с мочой. Далее угнетение реабсорбции ионов натрия и хлора. А далее в результате этого реабсорбция кальция нарушается и опять-таки увеличивается его экскреция с мочой. Далее часть препаратов, а это антиретовирусные препараты, уменьшают кальциурию, но вызывают гипонатриемию. И гипонатриемия вот так вот опосредованно повышает риск вертебральных переломов. Кто же ответственен за метаболизм, нарушение метаболизма кальция? Это глюкокортикоиды. Да, мы их любим, да, мы их применяем достаточно часто, но важно, первое, это необходимы малые дозы и, конечно же, заниматься профилактикой, о которой я расскажу. Противоэпилептические препараты, петлевые диуретики. И надо сказать, что сейчас совместно с кардиологами мы понимаем, что пациенты должны принимать препараты в необходимых дозах и в необходимых количествах, в том числе и петлевые диуретики. Я еще застала то время, когда пациенты начинали принимать петлевые диуретики ежедневно и на протяжении всей жизни. Также теозидные диуретики, но их патологическое воздействие чуть менее выражено. Ингибиторы протонного насоса, мы понимаем, что они нарушают всасывание кальция. Ингибиторы натрия глюкозного транспортера, котранспортера второго типа, замечательная группа сахароснижающих препаратов, эффективно снижающих уровень глюкозы, но в то же время повышающие риск перевомок за счет нарушения метаболизма кальция. Следующий слайд. Конечно же, конечно же, это одна часть медали метаболизма кальция. И, конечно, здесь, если нарушается метаболизм кальция, то в игру вступают паращитовидные железы. И здесь опосредованное влияние обусловленное кальцием, витамином D, и плюс еще ингибирование соляной кислоты путем гипергастриномии также способствует развитию гиперплазии паращитовидных желез и нарушению секреции парад гормонов. И опять-таки, кто же в этом виновен? Глюкокортикоиды, противоэпилептические препараты, опять-таки наши ингибиторы натрия глюкозного транспортера, петлевые диуретики, тиозидные диуретики, ингибиторы протонного насоса, антоцидные препараты. И, к сожалению, патологическое влияние лекарственных препаратов не ограничивается одним направлением. К сожалению, это многонаправленное патологическое воздействие. Следующий слайд. И, конечно, здесь опять-таки важно раннее начало профилактической терапии. Далее. Конечно, мы знаем, что есть и прямое воздействие на остеобласты, остеокласты, остеоциты, на систему ранк, ранкл, остеопротагерин. И мы знаем, что есть влияние на апоптоз остеоцитов, стимуляция образования остеокластов и тем самым активация резорбции костной ткани, подкисление кости на уровне остеокласта, ингибирование вакуаляторного типа N-атефазы остеокластов. Да, опять-таки, сразу же оговорюсь, что многие влияния я описываю такими широкими мазками. С одной стороны, из-за экономии времени, с другой стороны, многое нам известно, но многое еще покрыто тайной. Мы еще разбираемся с остеопорозом, несмотря на его давнюю историю изучения. Далее, активация специфических рецепторов мезонхимальных клеток, вследствие чего усиливается синтез жиров и угнетение остеобластов. И не забываем о саркопении и о саркопеническом ожирении. Отрицательное влияние на инсулиноподобные факторы роста, инкретиновое влияние. И надо сказать, что мы эндокринологи, жадные люди. Мы приватизировали многое, в том числе и желудочно-кишечный тракт. Мы говорим, что это тоже наш эндокринный орган. Говорим и о кости, что это наш эндокринный орган, синтезирующий некоторые важные вещества. Также мы покушаемся и на витамин D. Мы его уже повысили в ранге. Это гормон, о чем мы тоже поговорим. Ну и, конечно, инкретиновое влияние тоже важно. И опять-таки группа препаратов – это глюкокортикоиды, антиретовирусные препараты, антоцидные препараты, тязолиндионы. И еще одна группа наших сахароснижающих препаратов – это ингибиторы диопептидаза четвертого типа. Эффективные, опять-таки, эффективные сахароснижающие препараты, но повышающие риск развития перегомов и остеопороза. Следующий слайд. Конечно же, я не могу не коснуться половых стероидов и снижения уровня тестостерона у мужчин. Это активация резорбции. Понятно, что ингибирование в тканях, ароматизация андрогенов, что ведет к снижению массы мышечной ткани, ожирению саркопении и саркопеническому ожирению, также нарушение образования коллагенов. И опять-таки, здесь и глюкокортикоиды, и важная группа ингибитора ароматазы, агонисты гонадотропин, релизинг гормона, андрогендопревоциационная терапия, жизненно важная часть терапии рака предстательной железы. Но опять-таки, не забываем об остеопорозе. Следующий слайд. Надо сказать, что переходя от тестостерона к эстрогенам, мы знаем, что эстрогены ароматизируются, начиная с холестерола, далее в андрогены и далее в эстрогены. И надо сказать, что активация резорбции обусловлена и снижением активности кости образования, и опять-таки, вот этим вот ингибирующим влиянием на ароматизацию андрогенов, их превращение в эстрогены, ожирение, снижение массы мышечной ткани, саркопеническое ожирение, нарушение выработки коллагена и так далее, и так далее. Опять-таки, это глюкокортикоиды, ингибиторы ароматазы, агонисты гонадотропин, релизинг гормона, некоторые контрацептивные препараты, и об этом необходимо помнить, и в принципе, список можно было бы продолжить. Следующий. Конечно же, крайне важно еще и помнить о влиянии на синтез цитокинов. Это усиление резорбции и изменение в синтезе цитокинов Т-клетками и изменение метаболизма витамина Д обусловлено и левотероксином, и антагонистами кальциевирина, и об этом, конечно же, необходимо помнить, назначая эти препараты. Следующий слайд. Сейчас, конечно же, вот это всего несколько лет с ковидом показывает, что, в общем-то, достаточно много и депрессии у наших пациентов, обусловленных разными факторами, и применение селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, которые также применяются и у пациенток в климактерическом периоде. Прекрасная группа препаратов, но обратите внимание, что влияют на серотониновые рецепторы, а и остеобластов, и остеоцитов есть серотониновые рецепторы. А серотонин оказывает отрицательное влияние на метаболизм костной ткани, ускоряется резорбция и тормозится костьеобразование. Следующий слайд. И, конечно же, влияние на качество жизни и качество костной ткани – это два таких вот взаимодополняющих фактора. И надо сказать, что вот это вот влияние на синтез карбоксиглюктомата вследствие этого накопления остеокальцина во внеклеточном вещество, снижение образования остеопротагерин и повышенная резорбция костной ткани. И обратите внимание, что это антикоагулянты, которые мы назначаем нашим пациентам с отягощенным сердечно-сосудистым анамнезом, ингибиторы ароматазы. А если у нашего пациента несколько заболеваний, то все это аккумулируется и усугубляется. Далее. Конечно же, вот эти вот наши коморбидные пациенты – это крайне важно, и нам важна коллегиальность подхода к ведению нашего пациента. Ну, надо сказать, что сегодняшний день подготовился к моему выступлению, посвященному остеопорозу. Сегодня солнце, хотя, в общем-то, опять-таки какая-то несправедливость. То ли солнце к нам, то ли мы к солнцу повернуты не под тем углом, и метаболизм витамина D под действием ультрафиолетовых лучей, конечно же, нарушен. И посмотрите, кто игроки на этом поле метаболизма витамина D. Это почки, это печень. И если какое-то неблагополучие со стороны этих органов, конечно же, переход в активную форму, как я уже сказала, переход витамина в гормон, а витамин за гормон, мы уже понимаем, что это активный, активный переход из неактивной формы в активную форму, плюс VDR-рецепторы, и все это позволяет нам повысить в статусе витамин D. И понятно, конечно же, в воздействии на метаболизм витамина D, следующий слайд, многих лекарственных препаратов, в том числе и пищевые нарушения, мы понимаем, что может нарушаться всасывание, метаболизм на уровне печени и почек. И вот эти виновники – это глюкокортикоиды, антиконвульсанты, противоэпилептические препараты, антиретовирусные препараты, ингибиторы протонного насоса, антоцидные препараты. И, наверное, список мы продолжим. Далее, следующий слайд. Конечно же, нельзя не сказать несколько слов о падении, о стеопороз и падении – это, в общем-то, два аспекта и усугубляющие друг друга повышение риска переломов. И вот вы видите огромнейший список препаратов, обладающих высоким риском падения. Это и антипсихотики, снотворные антидепрессанты, мералоксанты, обезболивающие, противоаллергические, антигипертензивные, и мы видим механизм их патологического, так скажем, действия, повышение риска падения. Следующий слайд. И надо сказать, что вот эта таблица, она на нескольких слайдах, это уже средний риск, это диуретики, антигипертензивные, эмхолиноблокаторы противосудорожные, противорвотные. И в левом столбике вы видите механизм их действия и наиболее частые представители. Следующий слайд. Конечно же, конечно же, здесь и противопаркинсонические, и другие препараты, которые вызывают и головокружение, и сонливость, и гипотензию, спутанность сознания, все это повышает риск падения. Следующий слайд. Конечно же, конечно же, также и наши препараты, сахароснижающие из-за повышения риска гипогликемии, гипогликемической комы, все это мы прекрасно понимаем, что у наших пациентов повышен риск падения, плюс если несколько гипогликемий, то мы понимаем, что есть снижение когнитивных функций, ну и со всеми вытекающими последствиями. Антиаритмические препараты. Следующий слайд. И, конечно же, это все мы учитываем. Как я уже обещала, что покажу только одно исследование. С моей точки зрения, элегантно и пример того, какое количество должно быть в современных клинических исследованиях. Это исследование 1998 года. 244 тысячи пациентов. И посмотрите, при дневной дозе глюкокортикоидов менее 2,5 миллиграмм, риск, относительный риск переломов как бедра, так и позвоночника уже повышен. И это не ноль, а начинается все с единицы и 1,6. И если доза глюкокортикоидов больше 7,5, то мы видим, что риск повышается в 1,5, а то и в 2 раза. Следующий слайд. И, конечно же, опять-таки, профилактика и лечение. Так много, насколько нужно, и так мало, насколько это возможно. Это, наверное, девиз лечения и профилактики. Следующий слайд. И, конечно, мы за индивидуализацию лечения и профилактики. И на нашем рынке достаточно много не только лекарственных препаратов, но и биологически активных добавок. Это и капли, и препараты в капсулах, и комбинированные препараты. И здесь, конечно же, крайне важна индивидуализация воздействия. И у нас есть простейшие методы диагностики уровня витамина D, это 25 OHD3, ориентируясь на который, мы подбираем дозу лекарственного препарата или биологически активного вещества. Это тоже крайне важно выбор терапевтической дозы или же профилактической дозы. Следующий слайд. Конечно же, мы понимаем, что наши пациенты это коморбидные пациенты и горсть таблеток, ну, в общем-то, мы понимаем, что комплоентность будет снижена. И здесь нам в помощь приходят комбинированные формы, например, Бон Стрэнч. Мы видим, здесь содержится и кальций, и небольшое количество витамина D, и крайне важный витамин К2, который также играет важную роль в метаболизме кальция и доставке кальция в тор, магний, цинк и так далее, медь, бор. Ну, в общем-то, все достаточно удобно. Следующий слайд. Также и индивидуализированные комплексы с гендерным различием ЕВА, которые направлены на профилактику нарушений у женщин. Вы видите здесь достаточно хороший состав, который помогает компенсировать многие виды дефицитов. Следующий слайд. Ну, и, конечно же, куда же ЕВА без Адама? И здесь тоже индивидуально подобранный комплекс для мужчин. Ну, надо сказать, что, конечно, лечение остеопороза и разработка новых препаратов начинается с женщин. Ну, и вот очень хорошо, что у нас есть и формы, индивидуализированные для мужчин. Надо сказать, что это повышает комплоентность наших пациентов. Следующий слайд. Ну, и, конечно, если у нашего пациента есть несколько факторов риска, то одним кальцием, витамином D и другими макро- и микронутриентами мы, конечно же, не ограничиваемся. И здесь нам в помощь и заместительная гормональная терапия, и бифосфонаты в виде золендроновой кислоты и олендроновой кислоты. Но важно помнить, что есть такая проблема и важно раннее начало профилактики. И если несколько факторов риска, а тем более, если есть переломы, то, конечно же, лечение. Следующий слайд. И большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готова ответить. Но, наверное, нашим коллегам, которые смотрят нас онлайн, готовы ответить на письма. Здесь мой электронный адрес. Еще раз спасибо за внимание. Спасибо, Валерина, за такое эмоциональное выступление. Вы действительно сделали невозможное в такой короткий промежуток времени и смогли доложить практически о большом спектре препаратов, которые могут вызвать остеофороз. Теперь слово предоставляется Анне Никитичной, научный сотрудник лаборатории системного склероза и самый лучший специалист среди ревматологов по миопатии. Спасибо большое, Лена Владимировна. Говорим про клиническую гидроген на воспалительных миопатии. Пожалуйста, переключите дальше. Следующий слайд, пожалуйста. К нам на прием могут обратиться пациенты с интерсциальным поражением легких, например, или с медленно прогрессирующей мышечной слабостью, с типичным кожным синдромом или с артритом. И все это может оказаться заболеванием из группы воспалительных миопатий. Воспалительные миопатии – это гидрогенная группа редких аутоиммунных болезней, для которых характерны воспаление поперечно-полосатой мускулатуры. Также возможно поражение различных органов систем, в первую очередь это кожа, суставной синдром, легкие часто поражаются, и сердечно-сосудистая система. Современная классификация воспалительных миопатий включает в себя дерматомиозит, иммунозависимую, некротизирующую миопатию, антисинтетазный синдром, миозит ассоциированный с системными ревматическими заболеваниями или оверлап миозит, парадический миозит с включениями и полимиозит. Следующий слайд, пожалуйста. Клиническая гидрогенность соисполительных миопатий, она обусловлена большим количеством профилем миозит-специфических и миозит-ассоциированных антител. Так, с дерматомиозитом ассоциировано антими-2, NXP, Тиф-1-гамма, MDA5-антитела, антисинтетазные антитела, это в первую очередь ЖО-1-антитела, и мы достаточно часто их, это до 30% всех пациентов соисполительных миопатий могут иметь ЖО-1-позитивность. Оверлап миозит это RNP-антитела, Q, PMSKL и все те антитела, которые могут ассоциировать системные красные волчанки, системные сквердермии. Некротизирующая миопатия ассоциируется с двумя основными антителами, это анти-СРП-антителами и антителами ГМГ-КО-Редуктази. И с периодическими дисключениями, также имеет антитело свое, его мы не можем определять в Российской Федерации, а полимиозит, это больше Т-клеточное заболевание, при нем ауто-антитела не выявляются. Следующий слайд. По данным регистра европейского проявления воспалительных миопатий в зависимости от иммунологического фенотипа. Для поражения легких ассоцииров с интерциальным заболеванием легких чаще всего это антитетазный синдром и клиника и амиопатический дерматомиозит. Кардиоваскулярные это некротизирующий миозит с СРП-антителами и феномен РАИНО развивается у пациентов с антитетазным синдромом Эверлап миозитом и обмышеченный практически для всех характерен для всех форм заболевания. Дальше, пожалуйста. Дальше, пожалуйста. Это распределение клинических форм воспалительных миопатий по данным регистра евромиозит, дерматомиозит 30%, полимиозит 27%, антитетазный синдром 12% и перекрестные формы 12%. Спрадический миозит с включениями, иммунозависимый некротизирующий миозит и ювенильный дерматомиозит это более редкие формы. Дальше, при этом, для всех заболеваний, кроме спрадического миозита, с включением, характерно преобладание женщин. Дерматомиозит, частое проявление сыпи, предшествует развитию мышечной слабости, характерно ход чувствительной сыпи, возможно, дебют в детском возрасте, это ювенильный дерматомиозит. У 70% пациентов с дерматомиозитом мышечной слабостью в крови повышенный уровень креатинки и назва, но, возможно, нормальный уровень, это не исключает диагноз дерматомиозит. Возможно, амиопатические, гипамиопатические варианты, когда нету поражения мышц, практически клинически, мы не видим мышечной слабости, а также может быть дерматомиозит без поражения кожи. До 30% могут иметь дисфагию, причем это развивается достаточно рано у тех пациентов, у которых есть дисфагия. И до 20% пациентов с дерматомиозитом могут иметь злокачественное образование как причину дерматомиазита. Это классические аутоантитела. То, что мы можем определять, это антимид-2. Это классический дерматомиазит с тяжелым поражением мышц. Часто бывает дисфагия, классическая кожная сыпь. Хорошо лечится высоким дозом глюкортикоидов. Практически благоприятный прогноз. Поражение внутренних органов не характерно. ТИФ-1-гамма – это паранопластический миозит у взрослых. К сожалению, мы не можем определять это антитело. Оно относится к антитокулярному пациенту высокий уровень антитокулярного фактора. Характеризуется выраженным кожным синдромом и разным развитием дисфагии. Антинэкспи-антитела – это ассоциируется с прогрессирующим кальцинозом. И редкий, к счастью, в европейской популяции МТМД-5 дерматомиазит. Практически у этих пациентов нет мышечного поражения. Тяжелый ясно-некротический воскулит и, возможно, формирование быстро прогрессирующего интерсоциального поражения легких с фатальным прогнозом у тех пациентов, у которых развивается реакция активации микрофагов в легких. Дальше, пожалуйста. При этом мышцы у них практически либо миологии, либо вообще нет поражения мышц. Паранеопластический дерматомиазит. Фактором риска злокачественного образования у пациентов с дерматомиазитом – это возраст старше 40 лет, выраженный кожный синдром. Дерматомиазит может развиваться у пациентов с любыми солидными опухолями. Чаще это и рак яичников в груди у женщин. Также полуроктальный рак и рак легких может быть причиной дерматомиазита. Наличие интерсоциального поражения легких, полиартрит, антисинтетазный синдром – это низкий риск злокачественного образования. Такой же, как в популяции. Риск злокачественного образования увеличен в первые 2-3 года болезни. Известная ассоциация с антителами ТИФ-1-гамма. И какое можем рекомендовать обследование пациентов с дерматомиазитом – это компьютерная томография органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости, полости малого таза, щитовидность железа, показания МКТ и МРТ брюшной полости и полости малого таза, обязательно гастроскопия и колоноскопия. Анализ на онкомаркер имеет вспомогательный характер и, в общем, не заменяет методов визуализации. По показаниям можно назначать пациенту позитронную эмиссионную компьютерную томографию, которая позволяет не только выявить благокачественное образование, но и подтвердить наличие интерсоциального поражения легких и подтвердить факт мышечного воспаления. Но надо помнить, что есть ПЭТ-негативные опухоли. Дальше, пожалуйста. А есть, например, воспалительные изменения, которые также будут накапливать контраст, и вопрос все равно будет оставаться. Патагномоничная форма поражения кожи, в первую очередь, это эритема и папулоготрона, хорошо известна на разгибательных поверхностях суставов, мелких и крупных. Дальше, пожалуйста. К характерным относятся эритема сиреневого цвета на тыле кисти, разгибательные поверхности предплечья, плеча, на лице, симптом шали и декольте. Возможно, шелушающиеся бляшки и аллопеция. Дальше, пожалуйста. Переорбитальный отек, хорошо известный. Расширение капилляров околоноксевого ложи, дистрофии. Дальше, пожалуйста, кутикулы. К возможным относятся пойки, ладермия, гиппы, гиперпигментация, атрофии кожи, симптомы кобуры, кожаный воскулит, кольценоз кожи, поверхностные эрозии и визикулабулезные изменения. Дальше, пожалуйста. Для дерматомиозита также при нем может встречаться поражение подкожно-жировой клетчатки, например, лобулярный паникулит, флагализация на бедрах, ягодицах, плече, животе, молочных железах и липодистрофии. Но это чаще касается детей с дерматомиозитом. Дальше, пожалуйста. Но, возможно, и у взрослых. Развитие парциальной или генерализованной липодистрофии. Поражение мышц при всех формах заполитных миопатий, кроме иммунозависимого негротизирующего миозита, брахиоцервикальной и спрадического миозита с включениями, в общем, достаточно однотипно. Подострое развитие, то есть не очень быстрое, в течение нескольких недель или месяцев симметричной слабости в максимальных группах мышц верхних и нижних конечностей более выражено в мышцах разгибателей. Поражение дистальной мускулатуры возможно выражено значительно слабее. Жалобы. Трудно вставать с низкого стула, заходить в автобус, подниматься по лестнице, причесаться. В начале заболевания возможно боль в мышцах, но это не обязательно. Дальше, пожалуйста. Слабость в мышцах туловища. Пациенту сложно держать осанку, садиться из положения лежа, в положение сидя, и слабость может быть сгибательей шеи. Может развиваться дисфагия при любых формах исполительных миопатий. Дальше можно вернуть, пройти. Это очень важный симптом, поскольку при прогрессировании дисфагии носит жизнеугрожающий характер у этих пациентов, может развиваться аспирационная пневмония, поражение мышц лодки, верхние трети пищевода, жалобы, поперхивание при приеме пищи, жидкость может выливаться через нос, ощущение застревания пищи. Дальше, пожалуйста. Магниторезонансная мышца при дерматомиодите. В Т1 мы видим практически здоровую мышцу. В режиме СТИР мы видим отек, который носит такой перифасциальный характер, и также может быть воспаление, отек подконжировой клетчатки. Дальше. Морфология, это дерматомиодита, это микроангиопатия, поэтому может быть атрофия мышцных волокон, может быть перифасцикулярная атрофия, связанная с поражением, тем, что сосуды, в общем-то, на периферии страдают. Расширение капилляров, отложение мембранно-такующего комплекса и вокруг сосудов CD4 и Б-клетки. Дальше, пожалуйста. Это иммуногистохимическим исследованием, можно, в общем, под этномоничные симптомы выявить. Антисинтетазный синдром – это сочетание миозита, интерсциального поражения легких, нейрозивного артрита, лихорадки, синдром Рейно, трещина латеральных поверхностных пальцев, палеоритических механик, ассоциируется чаще всего с антиджуодин антителами. Спектр клинических проявлений антисинтетазного синдрома широкий, от классической воспалительной миопатии с повышенным креатинкиназой до аутоиммунного артрита или интерсциальной пневмонии с аутоиммунными чертами. Дальше, когда у пациентов выявляются антисинтетазные антитела, но нет мышечной слабости. Дальше. Биопси практически редко используются в антисинтетазном синдроме, поскольку в клиниках достаточно очевидно. Оверлап миозит – это группа воспалительных миопатий, при которой развивается миозит в рамках системного аутоиммунного заболевания, системной сферодермии, синдрома Шегрена, системной красной волчанки, ревматоидного артрита или первичного амблиарного холонгита. Миозит может быть первым и ведущим симптомом одного из этих заболеваний. У пациентов с оверлап миозитом развитие мышечной слабости такое же, как обычно при дерматом миозите или полиомиозите. Уровень креатинкиназа обычно повышен, но может быть и в норме. Возможно, развитие брахиоцервикальной воспалительной миопатии и спорадического миозит-сключениями в сочетании с системным аутоиммунным заболеванием, чаще всего это синдром Шегрена. Развитие оверлап миозита ассоциируется с наличием миозит-ассоциированных антител ПМСКЛ, КУ, РНП. Надо сказать, что смешные заболевания со спалительной миопатии идут в классический пример оверлап миозита. Дальше, пожалуйста, у всех пациентов с оверлап миозитом высокий уровень антинкулярного фактора на линии клеток ЕП-2. Дальше. МРТ, в общем, мало отличается от классической спалительной миопатии, но достаточно в ранний, уже через год, может начинаться жировая дегенерация мышц. То есть лечить этих пациентов нужно достаточно активно, чтобы получать хороший ответ. По морфологии это не специфический миозит. Дальше. Иммунозависимая некротизирующая миопатия. Для этих пациентов характерно под острый развитие очень выраженной мышечной слабости. Это первая форма, а второе, надо быть достаточно медленная в течение года прогрессирование мышечной слабости, и тогда сложно бывает дифференцировать некротизирующие миопатии и наследственные мышечные заболевания. Характерно развитие, высокий уровень креотинкиназа больше примерно полутора тысяч у всех пациентов ассоциаций с анти-СРП, анти-ГЛМГ, Куа-Редуктаза. При этом анти-СРП, антитела ассоциируются с поражением миокарды, с развитием миокардита. Слабость в ногах при анти-СРП, позитивной кротизирующей миопатии, преимущественно страдают мышцы задней группы, мышц бедра, и отмечается неблагоприятными прогностическими признаками анти-СРП, анти-СРП, поскольку у этих пациентов не полностью восстанавливается мышечная сила даже на понеэффективной терапии. Ответ на глюкортикоидную терапию неполный. Дальше мы посмотрим магниторезонансную тумографию и увидим, почему уже такой неполный ответ. Потому что у пациентов даже несмотря на активную иммуносупрессивную терапию возникает жировая инфильтрация. Здесь мы видим в задней группе мышц бедра жировую инфильтрацию, и здесь мы видим паравертебральную мышцу. Пациентка, которая практически у нее нормализовалась уровень креотинкиназа, все у нее нормализовалось, однако произошло полное замещение дальше жировой тканью мышц. И есть некоторая избирательность поражения, которая по магниторезонансной тумографии тоже может нам позволить заподозрить это заболевание. Для морфологической картины характерно преобладание некроза над какой-либо воспалительной инфильтрацией, поэтому опять же могут быть дифференциально-диагностические вопросы, сложности дифференциальной диагности с другими мышечными заболеваниями. С парадическими исключениями сочетают в себе признаки какого-то иммунного воспалительного заболевания, так и дегенеративного, с отложением мышц, амилоидоподобных, это у белков, наличием очерченных в уколе. Отличается характером распределения мышц и слабости, а также медленным, но неуклонно прогрессирующим течением. Дебют в возрасте после 50 лет у 80% чаще развивается у мужчин, темпы прогрессирования медленные от 5 до 10-20 лет, в среднем около 10 лет нужно для того, чтобы пациент утратил функцию ходьбы. Не влияет на продолжительность жизни, но существенно влияет на ее качество, ассоциируется с определенными антителами. Дальше, пожалуйста, у этих пациентов может развиваться дисфагия, как правило, уже при длительном течении болезни. Вот мы видим пациента с классическими гипотрофией мышц бедер. У них начинается болезнь, как правило, с того, что пациент начинает появляться слабость четырехглавой мышцы бедра. Так как пациенту уже после 50 лет, сначала в течение первых одного года пациент примерно считает, что это у него связано с возрастом, но когда видит, что это прогрессирует, в общем, средний пациент достаточно отложен от момента дебюта заболевания до обращения к врачу, именно потому что не сразу понимает, что это мышечная слабость. Дальше, через несколько лет обычно присоединяется слабость в гибателях кисти, и пациенту становится сложно выполнять какие-то движения. Слабость меньше выражена на доминирующей стороне, то есть у правшей правой конечности дольше остаются сохранными. Также имеется слабость в мышцах туловища. До 30% имеет дисфагию, она медленно прогрессирующая, в отличие от классического миозита, она развивается на поздних этапах болезни. К сожалению, уровень креотинкиназа низ, невысокий, это обычно 600, 700, 800, максимум там 1500 в начале заболевания, потом он нормализуется, поскольку развивается тяжелая мышечная атрофия. Магнит-резонансная томография показывает жировое замещение в четыреуглавые мышцы, и в медиальной головке икроножной мышцы аналогичные воспалительные изменения в тех же самых группах мышц, то есть характерная избирательность положения. Дальше. Морфологические сочетания воспалительных изменений и дегенеративных вакуолий отложения белков. Дальше, пожалуйста. И следующий слайд уже. И так как есть такое достаточно выраженное воспаление, это, в общем, часто доставляет пробовать лечить этих пациентов, однако эффективной терапии в настоящий момент ни гублюкортикоиды, ни цитостатические для лечения этих пациентов не разработаны, это способно только, в общем-то, больше побочные эффекты у этих пациентов развиваются, и эффекта нет. Полимеодит. Диагноз полимеодита следует установить после исключения иммунозависимой негротизирующей миопатии антисинтетазного синдрома, оверлап миозита и дермат миозита без поражения кожи. А при хроническом течении обязательно нужно исключать поясно-конечественные мышцы и дистрофии, таких пациентов направлять к неврологам-генетикам. Полимеодит развивается исключительно во взрослом возрасте, обязательным является значительное повышение уровня креатинкиназа. Для полимеодита нетипичное наличие аутантитела, для т-клеточного заболевания реже ассоциируется с излокачественными образованиями, распределение мышечной слабости, такой же, как при дерматом миозите. Возможно, более медленное начало заболевания, и также возможно наличие дальше дисфагии. Магнитнорезонансная томография отличается от дерматом миозита тем, что отсутствует вот эта вот такая перифициальная направленность отек, это более диффузный такой отек, и достаточно долго остается сохранно в режиме Т1, то есть не возникает жирового замещения. Дальше, пожалуйста. Морфологически, опять же, только иммуногистохимические патогноманические симптомы полимеодита, и надо точно помнить, что ранняя стадия с парадическими дисключениями очень похожа на полимеозит. Дальше, пожалуйста, по морфологическим признакам. Поэтому тут нужно обязательно очень хорошо дифференцировать. Брахио-цервикальная форма воспалительной миопатии. Это чаще всего мы встречаем в группе оверлап миозитов с ПМСК или КО-антителами. Слабость в максимальных отделах верхних конечностей развивается, слабость в руках больше, чем слабость в ногах, максимальная больше, чем дистальная. И у этих пациентов страдает разгибательная шея с развитием симптома вислой шеи. У пациентов также возможно развитие орофрингеальной дисфагии, возможно птоз и офтальмоплегии. У пациентов в сочетании с миостыней, потому что брахио-цервикальная воспалительная миопатия, может сочетаться с миостыней, гравис, прогрессирует в течение нескольких месяцев, возможно наличие миологии, ответ на иммуносупрусивную терапию не полон. Вот пациентка в правом верхнем углу, она сразу получала достаточно активную терапию, однако у нее прекратилось прогрессирование заболевания, у нее вне системные проявления, поражение легких стабилизировалось, однако мы видим значительную, все равно, следующий слайд, пожалуйста, двигательный дефицит, и симптом вислой шеи у нее, собственно говоря, сохранился. С чем это связано? С тем, что у пациентов также достаточно рано может возникать жировое замещение мышц разгибателей шеи, надлопаточных мышц, дальше, пожалуйста. Морфологически у этих пациентов воспалительные инфильтраты перевоскулярного распределения, содержащие CD20 и CD4 клетки в воспалительных инфильтратах, дальше. Это наш опыт использования блота, медиспецифических антитела. К сожалению, иммуноферментным анализом мы можем определять только анти-G1 антитела, все остальные антитела мы используем методом иммуноблота. Причем надо отметить, что это пациенты уже с достоверным диагнозом мы используем, поскольку они часто дают ложноположительные, ложноотрицательные результаты, и смотрим, совпадает ли фенотипы данного больного с тем антителом, с тем проявлениями, которые у данного пациента есть. И, в общем-то, эти блоты могут нам помогать, особенно если это речь касается об анти-SRP антителах, потому что у пациентов надо рано и агрессивно иммуносупрессия, но недостаток тех, имеющихся у нас профилей тех антител, что они не имеют TF1 гамма и, соответственно, не имеют МДИ-5 антитела. То есть это очень важно в прогностическом плане антитела. Ну, в общем, в заключении можно сказать, что клиническая гетерогенность у спалительных миопатий, она связана с тем, что большой спектр есть аутоантител и различный совершенно патогенез у этих, дальше уже не надо, спасибо большое, различный патогенез у этих заболеваний как раз связан с тем, что большое число разных аутоантител, и этим определяется различная клиническая картина, различный ответ на иммуносупрессивную терапию и прогноз. Спасибо большое. Спасибо, Анна Никитична. И последний вопрос у нас. Шайхметова Рушана Ульфатовна. Применение плазмы, обогащенной тромбоцитами, в лечении трофических язв у больных ревматическими заболеваниями. Надо отметить, что Рушана Ульфатовна сама своими руками практически лечит тяжелую категорию пациентов и не менее увлеченно она рассказывает об этом методе. Пожалуйста, вам слово. Можно сразу переключить слайд. Итак, мы рассмотрим в данном докладе практический метод применения и лечения. И я расскажу, как, собственно говоря, эта методика может быть осуществлена в рамках клинической практики. Итак, сосудистые нарушения, встречающиеся при ревматологических заболеваниях, бывают при различных патологиях, таких как системные воскулиты, системная красная волчанка, системная склеродермия, воспалительная миопатия. Однако сосудистые нарушения связаны не только непосредственно с самим заболеванием, но и с такими сопутствующими заболеваниями, как сахарный диабет, атеросклероз, курение, которые всегда встречаются у коморбидных пациентов. Дальше, пожалуйста. Системная склеродермия является, пожалуй, классическим примером ревматологического заболевания, сопровождающегося микроциркуляторными нарушениями. Так, воскулопатия – это раннее звено патогенеза системной склеродермии. И в данном случае эти явления возникают рано, они участвуют в инициации последующих фиброзирующих процессов и участвуют в формировании таких проявлений, как синдром РИНО, дигитальные язвы, поражение легких, сердце и формирование легочной гипертензии. Дальше, пожалуйста. Итак, из клинических проявлений микроциркуляторных нарушений при системной склеродермии мы видим феномен РИНО, образование язв, теленгектазии, склеродермическую почку, легочную артериальную гипертензию, различные виды кардиопатий, ускорение развития атеросклероза. Дальше, пожалуйста. При этом, если говорить о образовании трофических нарушений, то по данным различных источников дигитальные язвы встречаются у больных системной склеродермии на протяжении всего заболевания с частотой 50-70%. Язвенные поражения могут встречаться как на пальцах кистей и стоп, так и в других локализациях, которые подвергаются механическим воздействиям. Наиболее часто это область локтевых и коленных суставов, а также область лодыжек и пяток. Язвенные дефекты могут носить резко болезненный характер, отличаются рецидивирующим течением и торпидностью к лечению. Такие пациенты всегда составляют некую проблему, так как болевой синдром является выраженным. В отношении методов лечения используются как медикаментозные, так и немедикаментозные методы терапии. К медикаментозным относятся непосредственные лечения самого заболевания с использованием базисных препаратов, сосудистые препараты, антикогулянтная терапия в инъекционных и таблетирных формах, также использованы антибактериальные терапии для профилактики лечения инфекционных осложнений, различные хирургические методы лечения для очистки и также три основных блока нефармакологической терапии это физиотерапия, местное лечение, клеточные технологии. Дальше, пожалуйста. Если говорить коротко, то при применении физиотерапии используется для ускорения заживления, эффективность их спорна, но эти методы используются. Также использование местной терапии применяется для очищения, ускорения очищения раны, санации ее и профилактики присоединения вторичной инфекции. Дальше, пожалуйста. Если говорить о клеточных технологиях, то это та методика, которая привлекает наше внимание, это новые методы, которые на самом деле используются давно, но не широко. Часто их применение можно увидеть в стоматологической практике и в косметологии, однако есть применение и в общей терапии. К клеточным технологиям относятся PRP-терапия, это использование обогащенной тромбоцитами плазмы и не только плазмы, а именно фибрина. В данном случае оно сокращается как PRF. Этот метод позволяет ускорить регенерацию и стимулирует рост собственных клеток организма. Методика довольно проста и может использоваться в клинической практике. В данном случае эта методика заключается в следующем. У пациента берется его собственная кровь, она центрифугируется и при этом выделяется три слоя. То есть у нас есть плазма, сгусток формирующий, который богат тромбоцитами и фибрином и эритроциты. Мы берем как раз средний промежуточный слой, где есть сгусток на нижней картинке вы видите такой сгусток. Он может быть различных размеров и он может применяться в практике. Значит, данные методики, которые здесь описаны, вы видите внизу, это 2700 оборотов в 12 минут. На самом деле это не единственный вариант. То есть это один из примеров, на какой скорости и, скажем так, каким именно методом мы можем выделить подобный сгусток. Дальше, пожалуйста. При этой методике, когда выделяется такой сгусток, он накладывается местно на область раны. При этом данное место закрывается на 7 дней и пациент может прийти в следующий раз на следующую такую процедуру через 7 дней. Почему это происходит? Потому что в течение 7 дней постепенно происходит высвобождение изгустка различных факторов роста, которые участвуют в ускорении заживления раны. Такие как факторы роста эндотелия сосудов, факторы роста тромбоцитов, трансформирующий ростовой фактор и другие. Дальше, пожалуйста. Этот метод позволяет ускорить заживление и при этом есть два вида методики, как я до этого говорила. Есть так называемая IPRF и IPRF. IPRF – это несвернувшийся сгусток, точнее говоря, свернувшийся сгусток, где используется застывший фибрин, как раз как мы видели. Когда есть сформированный сгусток и мы его можем наложить местно на область раны и закрыть его на 7 дней. И есть инъекционные формы IPRF, когда при откручивании еще не происходит сворачивание этого участка, где плазма, где есть насыщенный участок фибрина, он сворачивается через 2-3 минуты. То есть в данной методике забор плазмы производится сразу и его используют для введения инъекционных. Это частый метод, используемый в косметологии. В нашем методе мы используем первый вариант, когда есть сформировавшийся сгусток, то есть фибрин застывает. Дальше, пожалуйста. Значит, при выполнении данной методики есть простые правила. Когда мы забираем кровь у пациентов, мы используем только вакуумные пробирки. нельзя набрать кровь в шприц и перелить его в другую пробирку, потому что теряется стерильность, такой вариант использования методики запрещен. При получении любого вида ПРФ мы начинаем центрифугирование не менее через одну минуту. То есть, что мы хотим сказать? Если мы набираем много крови, например, нам нужно большее количество сгустков, то набирается 1-2 пробирки, они центрифугируются, а остальные пробирки могут добавляться по мере их набора. То есть, от набора до постановки в центрифугу не должно проходить больше одной минуты. Перед центрифугированием кровь перемешивается в пробирке, но это не встряхивание, а аккуратное плавное перемешивание. То есть, мы аккуратно переворачиваем на крышку и обратно. Значит, в том числе важно отметить, что при заборе крови и центрифугировании иногда мы не видим сгустка или он маленький. Ничего страшного в этом нет. Достаточно оставить пробирку на несколько минут, 5-10 минут, и фибриновый сгусток через некоторое время станет больше. То есть, в данном случае эта методика довольно проста. Следующий слайд. На следующих двух слайдах мы видим пример применения такой методики в рамках стационара. На самом деле это довольно простая методика, потому что она не требует никаких затрат, и мы используем кровь самого пациента. В данном случае методика занимает около 20 минут, то есть пациент приходит, у него забирает кровь, ее центрифугируют около 10-12 минут, после чего выделяемый сгусток накладывается на рану, закрывается, и пациент уходит на 7 дней домой. Через 7 дней он может прийти повторно, и дальше решается, есть ли необходимость применения его повторно. На первом слайде изображен случай, когда пациент 55 лет, она системная сквердермия, у нее была трофическая язва в области лодыжки, она длительно не заживала, около полугода, эта пациентка обращалась, она принимала базисную терапию, у нее были сосудистые препараты, но тем не менее эти язвы рецидивируют. Это часто связано с наличием на них корок, то, что пациент имеет вторичную инфекцию, различные проблемы приводят к торпидному течению и незаживлению этих ран. При применении этой методики за 4 недели мы видим значительное улучшение раны, тенденции к ее заживлению, формирование грануляции и через полтора месяца у пациентки язва полностью закрылась. Следующий слайд. На следующем слайде представлена пациентка 36 лет, точно так же у нее была трофическая язва в области голени. При применении здесь уже видно момент, когда сгусток был наложен и его, она приходила чуть чаще и мы смогли отследить непосредственно вживление самого сгустка вместо раны. У нас на месте корок были открытые раны, которые за также 3 недели полностью мы видим полное восстановление кожи. То есть данная методика она позволяет ускорить заживление ран. У наших пациентов рана не заживает, она имеет тенденцию к длительному заживлению. Это обычно связано с нарушениями микроциркуляции и частым присоединением вторичной инфекции. Надо сказать, что данная методика должна использоваться совместно с другими методами, в частности местной терапии, потому что фибрин не может быть наложен на закрытую рану. То есть если у пациента есть корка, то она снимается посредством применения местной терапии и далее эта методика хорошо себя показала в заживлении ран. Спасибо. На этом я закончу. И, конечно, эта терапия требует дальнейшего обсуждения. Опыт у нас будет расширяться и дальше, я надеюсь, мы будем создавать определенные методологические, скажем так, рекомендации, которые будут потом доступны для всех пациентов и также для врачей местных клиник. Спасибо. Шанна Альфатовна. Все замечательно. Действительно, это большой пласт у наших пациентов и у тех, у которых практически вот эти язвы, они не заживают в течение длительного времени. Завершаем нашу секцию. Несмотря на определенные трудности в представлении материала, все очень достойно вышли из сложившейся, может быть, каких-то трудностей. все лекции и небольшие такие вот наши обзоры были информативны, и мы очень надеемся, что полезно в то время, когда вы с нами его привели. Всего доброго, всем хорошего настроения и до будущих встреч. Продолжение следует...